Всем привет, меня зовут Виктор Нехезин, вы слушаете подкаст Русской службы Би-Би-Си, что это было, в котором мы рассказываем главным образом о российском вторжении в Украину и его последствиях. Пока на фронте продолжает развиваться украинское контрнаступление, о котором мы подробно будем говорить завтра, в российском тылу разворачивается новый виток конфликта между Министерством обороны с одной стороны и ЧВК Вагнер и лично его основателем Евгением Пригожиным с другой. В минувшие выходные министр обороны России Сергей Шойго объявил, что все частные военные компании и добровольческие формирования должны будут до 1 июля подписать контракты с Минобороны. Пригожин на это ответил, что ничего подобного ЧВК Вагнер делать не собирается, у него якобы и так прекрасное взаимодействие с регулярной армией в лице генерала Суровикина. А сегодня, в понедельник, стало известно, что на подписание контракта с Минобороны согласился чеченский полк Ахмат. Что будет с ЧВК Вагнер, как его конфликт с Минобороны развивался последние две недели и почему Евгений Пригожин вообще так много себе позволяет, эти и другие вопросы о Вагнере и Пригожине я адресую моей коллеге Насте Лотаревой. Настя, привет! Привет! Давай начинать с Шойгу. Что именно он сказал и что это за указ, который мы, насколько я понимаю, пока еще ожидаем? Прежде всего, я хотела сказать, что тексту указа мы не видели. Кстати, как показывает практика, последних месяцев мы его можем и не увидеть, поэтому мы говорим о том, что только предполагается, а именно о, вроде бы как, переходе частных военных компаний, напомню, что они как были незаконны, так ими и остаются, введение Министерства обороны. Но ничего больше Министерства обороны не сочло нужным нам рассказать, поэтому мы это обсуждать не можем. Скажем так, это такая декларация о намерениях. Мы всех подгребем под себя. От батальона Ахмата, который на минуточку вообще-то росгвардейский, до всех вообще вот этих странных формирований от ЧВК Вагнер до на минуточку терробороны. На тех же выходных появились сообщения, что членов белгородской терробороны заставляют, ну или уговаривают настойчиво подписывать контракты. То есть это все такое подгребание в одну структуру под себя всей этой разношерстной компанией. Ну и реакция Евгения Пригожина была довольно резкой. Ну я, естественно, уже пару слов о ней сказал, но тем не менее, почему настолько резкой была эта реакция, как ты думаешь? Видишь ли, то, что ты называешь деликатно резкой реакцией, я не могу пересказать в нашем эфире, потому что мы не очень пользуемся лексиконом Евгения Пригожина, но она была действительно крайне резкой, как и вся реакция на Минобороны основателя ЧВК Вагнер. Коротко говоря, Евгений Пригожин не высказал восторга от необходимости входить в какие-то структуры Минобороны. В общем-то, он саркастически сказал, что мы и так уже сотрудничаем, упомянув Суровикина, бесконечного адресата его руганья вместе с Шойгу и Герасимовым. И, судя по всему, Пригожин энтузиазма по этому поводу не испытывает. Ну, тут все довольно просто. Смотри, человек себе позволяет все это время, всю войну, буквально все, что он хочет. Брать Бахмут и быть хедлайнером того, что вот он, именно он берет Бахмут 8 месяцев, как все мы помним. Но, тем не менее, да, то есть какая-то частная незаконная компания говорит, что это вот мы берем украинский город, а то, что вот говорят по телевизору, что Минобороны берет, это полная лажа, и это неправда, и так не бывает. Ну, то есть где вообще, в какой стране мы можем посмотреть, как официальному Министерству обороны указывают и там упрекают его во лжи. Бесконечные потоки руганья в адрес министра обороны, я бы так сказала, грязной руганья, ну и прочих властей России. Зачем в структуре Минобороны, если мы так вольготно, классные и замечательные? Мы все-таки, я надеюсь, дойдем до обсуждения того, почему все это происходит чуть позже, просто чтобы не нарушать сейчас стройности хронологической. Я прав в том, что вот это заявление Сергея Шойгу, министра обороны, в общем, не на пустом месте возникло, и что это лишь новый этап вот этого конфликта. Немножко, несколько слов про конфликт, который развивается, конечно, уже давно, но вот последние 2-3 недели просто совершенно очевидное обострение. Если ты называешь обострением, что бойцы Чавака Вагнер взяли в плен подполковника российской армии, ну, можно сказать и так. Обострение – это не совсем то слово, потому что вообще-то конфликтует одна сторона. Если ты замечал, на протяжении всего этого времени Министерство обороны как-то не высказывалось на этот счет официально. Не слышали мы слов Канашенко, который всегда комментирует какие-то дела и решения Министерства обороны, ничего не говорил ни Шойгу, ни Герасимов на этот счет. Но зато мы видим, как это происходит на практике. На прошлой неделе появились сообщения официальной пресс-службы Пригожина о том, что они задержали подполковника российской армии, который якобы минировал пути отхода Чавака Вагнера с позицией в Бахмуте. Они об этом сообщали довольно давно, что, ну, тоже довольно бредово звучит, согласись, что Минобороны минируют пути отхода от Бахмута Чавака Вагнера. То есть вместо того, чтобы, я хотел сказать, воевать с противником, но войны же нету, как все мы знаем, да, но тем не менее Минобороны воюют с незаконной Чавака Вагнера. Окей. Они задерживают подполковника, которого избитого снимают на видеокамеру, которая признается, что якобы он и его солдаты действительно занимались минированием и отбором военной техники у Вагнера из личной неприязни. Спустя пять дней после появления видео мы с коллегой Ильей Барабановым выяснили, что это произошло не на прошлой неделе, а три недели назад. Они выкатили просто эту видеозапись чуть попозже. Этот подполковник снимает еще одно видео отдельным и мне нравится, что это вот все проистекает буквально в формате кружочки в Телеграме, где все ругаются со всеми. И говорит, что его взяли в плен, он говорит буквально эти слова, что, конечно, никак не подобающе он себя не вел в отношении Вагнера, но всячески протестует и высказывается плохо о том, что какие-то бандиты его взяли в плен и тоже обращается к Шойгу с просьбой что-то сделать на этот счет. И это действительно максимально показывает, насколько вольготно себя чувствует Евгений Пригожин, что он не просто берет в заложники, в плен, задерживает подполковника российской армии, подчиненного Минобороне, но и совершенно спокойно это выкладывает, об этом рассуждает, это использует в каких-то своих конфликтах. Все-таки такого еще не было. А какая была реакция? Была ли вообще какая-то реакция у российских официальных лиц? Российские официальные лица имеют тенденцию неудобные для себя вопросы просто игнорировать. Если ты не замечаешь, что говорит и делает Евгений Викторович Пригожин, можно счесть, что его не существует. Такая страусиная тактика. Нет ничего, официальные лица на этот счет не говорили. То есть я хочу еще раз зафиксировать. Вагнеровцы выходили из Бахмута, заявили о том, что пути отхода были заминированы, было сообщение даже о некой перестрелке с российской регулярной армией, потом вот это вот все видео, о котором ты только что рассказала. И все? Это случилось и никакой реакции? Да. Или все-таки вот это вот заявление министра обороны нынешнее, это и есть эта реакция? Слушай, я не хочу заниматься толкованием эманаций в Министерстве обороны, потому что у них все, можно счесть реакции, можно не счесть реакции. Когда Пригожин записывал свое бесконечное видео про «дайте снаряды Вагнеру», записывали видео, где Шойгу тоже говорил, что вот сейчас мы отправим снаряды в армию, никто не говорил, понятно, что Евгений Викторович, успокойтесь, мы сейчас вам снаряды отправим. Кто-то считал это реакцией на то, что сказал Пригожин, кто-то совпадением. Мне кажется, довольно унизительно заниматься как-то толкованием того, что должно проговариваться ясно. Поэтому я не знаю, реакция ли такой указ конкретно на Пригожина или нет, но я хочу отдельно отметить, что в зоне боевых действий со стороны российских различных вооруженных сил, я имею в виду не только официальные вооруженные силы, творится, не побоюсь этого слова, полный бардак. Есть разные добровольческие отряды, есть какие-то странные ЧВК, это самая распиаренная и самая известная структура ЧВК Вагнера, она там вообще-то не одна. То есть ЧВК «Газпрому», как минимум еще, да? Безусловно. Который иногда все-таки попадает в новости. Иногда попадает в новости ЧВК «Газпрома», есть всякие мутные частные совсем организации вроде ЧВК «Енот», который возглавлял убитый, кстати, по слухам, вагнеровцами Мангушев, такой тоже деятель Новороссии, так сказать. И все это как-то между собой совершенно не состыковывается. Все отряды народных милиций так называемых республик, которые вроде бы вошли в состав Минобороны, а вроде бы как и действуют самостоятельно. Совершенно четко чеченские силы действуют отдельно с самого начала и так себя и позиционируют, несмотря на то, что они-то как раз вроде стали подчиняться в итоге Минобороны. Знаешь, мой собеседник, один из сбежавших командиров ЧВК «Вагнер», который находится в Норвегии сейчас, Андрей Медведев такой, рассказывает, что когда он командовал там людьми, некое взаимное подчинение было. Они договаривались с Минобороны, они договаривались с народной милицией непризнанных республик. Но все это, понимаешь, это не структурировано, неформально, очень странно и тяжело управляемо между собой. Я думаю, что дело не конкретно в Пригожине, а в том, что просто буквально бардак, непонятно, как этим всем управлять и как сделать так, чтобы друг другу не минировали пути прихода и отхода и не стреляли друг по другу. Это громкий случай, потому что Пригожин рассказывает громко об этом. А вообще дружественный огонь там совершенно не новость. И много таких было случаев, они периодически как раз в телеграм-каналы попадают, в какие-то неофициальные каналы, потому что понятно, что в сводках Министерства обороны тишь, гладь и прекрасно идущие спецоперации. Ну, то есть, извини, я сейчас снова заторможу на этом моменте. Мне кажется, он любопытный. Ты хочешь сказать, что вот эти события, которые мы сейчас обсуждаем, получили такой резонанс, потому что просто Пригожин о них напрямую и публично рассказал и заявил. А на самом деле это, в принципе, ни для кого не для новой, что такое случается в порядках российской армии, среди многочисленных этих различных подразделений. И, в общем, поэтому, так скажем, ни для кого это не шок. Как мы помним по предыдущей биографии Евгения Пригожина, он имеет в пиар и в медийные кампании. Стоит вспомнить только фермоботов его. И когда Пригожин хочет, чтобы что-то вышло с максимальным шумом, это выходит с максимальным шумом. Если ты следишь пристально, а мы все с нашей профессией вынуждены следить пристально за миллионом вот этих частных, не очень больших телеграм-каналов, совершенно четко видно, что это совершенно не единичный случай. И что есть конфликты между собой у всех этих объединений. И что есть разные противоборствующие группы, которые друг друга не любят и пакостят при любом удобном случае. Это, в принципе, все не очень скрытая информация. Просто Пригожин это действительно делает достоянием общественности. Вот о другом векторе этого противоборства. С одной стороны, опять же, тот же самый Пригожин. А с другой стороны, чеченцы, которых ты только что упомянула. Я имею в виду и самого Рамзана Кадырова, и его приближенных, которые тоже конфликтовали с Евгением Пригожиным вот за последние две недели. Вообще, это, опять же, не первый конфликт между Кадыровым и его сподвижниками, и Пригожиным, и его сподвижниками. И рано или поздно два таких сгустка, так сказать, энергии, привыкших чувствовать себя совершенно свободно, не могли не столкнуться. И это, наконец, произошло, и достаточно громко. А именно депутат Госдумы Российской Федерации Адам Делимханов и спикер чеченского парламента Магомед Даудов высказались относительно действий и слов Евгения Пригожина тоже со свойственной им резкостью. Я отдельно отмечу, что они называли его Жене, и обращались на «ты», якобы из-за близкого своего с ним знакомства. Но, правда, ответ вагнеровцев показал, что буквально Евгений Пригожин не рад, когда его называют Женей и когда к нему так обращаются. Похоже, это было вот на что. Ахмат стал более подчиненным, договорился с Министерством обороны и первым своим действием после этого сказал, что «Женя, а что ты так гонишь на Министерство обороны? Если вы думаете, что это я использую сниженную лексику, так это я смягчаю то, что сказал председатель парламента Чеченской Республики». И они высказались буквально в духе «пойдемте встретимся за гаражами» и буквально начали забивать стрелку. Повторюсь, я не использую сниженную лексику, я смягчаю то, как это было сказано. Они предложили Пригожину, обращаясь к нему на «ты», встретиться в любом месте и в любое время и решить, так сказать, свои претензии к Минобороны. Это неожиданно повлекло такую реакцию, что ответил не впрямую Пригожин, но надо сказать, что и там обращался не впрямую Кадыров. Видимо, не знаю, по уголовным законам или еще каким-то, люди должны общаться со статусом одинаковым. И если обращается не Кадыров, Пригожин не отвечает. Поэтому ответили череда разных командиров Вагнера. Это выглядело так. Зомби-командир Вагнера, герой России, отвечает Магомеду Даудову, лорду. И отвечает, что «Как вы смеете Евгения Викторовича Пригожина называть Женей? Вы воюете только в ТикТоке, а мы действительно берем Бахмут все это время, встретимся, где вы захотите». Там было несколько таких ноунейм-командиров, про которых, правда, про каждого обозначалось, что он герой России. Кто это? Герои ли они России? Что вообще происходит? Никто не знает, но это в официальных каналах Вагнера публиковалось. А дальше Вагнер пустил в ход тяжелую артиллерию, а именно человека по фамилии Уткин. Это человек с позывным Вагнер, якобы бывший полковник ГРУ. Но это человек, с которого Вагнер начался, и в честь которого он, собственно, назван. И там человек, который не дает интервью, не разговаривает с журналистами, и вообще про него все знают, ну, знают, как он выглядит. Это довольно устрашающего вида человек с такими нацистскими татуировками буквально, у которого есть несколько фотографий в зоне боевых действий, или с Владимиром Путиным, где он получал очередную награду от него. Он тоже, обращаясь на «вы», предлагает Даудову и Делимханову встретиться и решить все противоречия, напоминая, что они вообще-то встречались на первой и второй чеченских войнах, где, в частности, Делимханов, он бывший водитель чеченского полевого командира Салмана Радуева, и он только во второй войне перешел на сторону федеральных сил, а до этого он сражался, собственно, видимо, с тем самым Уткиным по другую сторону. Это имело просто неповторимый дух 90-х с забиванием буквально стрелок, но стрелка не состоялась, потому что дальше все как-то аккуратно съехали и смягченно выразились, что все противоречия решены. Я уж не знаю, вот это тоже не выносили в паблик. Может быть, Прихожин созвонился с Кадыровым, может быть, Уткин созвонился с Даудовым и это как-то решил. Могу сказать, что было такое выражение про 90-е люди с запахом могилы. Но вот градус запаха могилы в этой дискуссии был крайне высок. Ну а мы, как зрители, изумленно за этим наблюдали всю прошлую неделю. Тебя не удивило, что конфликтовали, пусть не напрямую, Прихожин с Кадыровым, их приближенные, между тем, как несколько месяцев назад. Я хорошо помню, как многие рассуждали над тем, что есть ли союз Кадырова и Прихожина, что вот они две такие неожиданно самостоятельные политические фигуры, которые на фоне войны в Украине выросли. Мне нравится, как изменилась российская политология, когда политологи вынуждены анализировать возможность союза Кадырова и Прихожина, и что из этого выйдет. Ты знаешь, это то, что нельзя на самом деле четко понять, есть ли союз, он тактический, он стратегический. Мы можем судить на самом деле только потому, что выходит в публичное пространство. Как мне кажется, тактическое взаимодействие между теми, кто как раз привык чувствовать себя совершенно свободно, надо понимать, что и ЧВК Вагнер, и отряд Ахмат привыкли действительно чувствовать себя совершенно свободно, они могут заключать какие-то тактические союзы, могут ссориться, могут мириться. Знаешь, мне как историку это напоминает какое-то взаимодействие баронов в Средневековье при одном императоре или короле, которые, в принципе, вроде бы выступают на одной стороне и поддерживают свою лояльность относительно сюзерена, но между собой могут что мириться, что меситься на поле битвы. Совершенно не удивлюсь, если столкновения еще будут. И следующий мой вопрос тоже про это публичное поле, о котором ты говоришь, про Прихожина снова. Уже не про вот эти громкие заявления в адрес Минобороны или, там, не знаю, Кадыровцев. А вообще вот все, что он делает, он же не на линии фронта, насколько я понимаю, находится. Более того, насколько я понимаю, он ездит просто по российским городам и совершает некие публичные выступления. Это плюс вот к тому, что он в своих телеграм-каналах, насколько я понимаю, заявляет. Что это такое вообще? Что это за деятельность? Где находится Прихожин, мы никогда не можем сказать, потому что перемещается он очень быстро. Сегодня он пишет один ролик с линии фронта, завтра он пишет ролик из Владивостока. Но да, действительно, за последний месяц он много перемещается между российскими городами-миллионниками. Наши коллеги, журналисты из разных вот этих городов, немногие оставшиеся СМИ, не могу сказать независимого характера, но и не полностью подконтрольные властям, говорят, что все происходит по одной и той же схеме. ЧВК Вагнер отправляет приглашение в редакцию, что вот у нас мероприятие, приходите, осветите, будет интересно, расскажем про свою деятельность и кое-что новое презентуем. Наши собеседники из разных городов настаивают на том, что это не принудивовка, что их не берут и не отправляют туда, вот, не знаю, административным каким-то давлением, как это бывает. Но никто обычно от этого не отказывается, потому что Прихожин дает трафик, веселье и в целом возможность порассуждать про войну, в чем люди на местах довольно сильно ограничены. И вот они приходят на эту пресс-конференцию, где сидят какие-то безымянные командиры, ну вот формата зомби, о котором я говорила в предыдущих сообщениях, что-то рассказывают про деятельность Вагнера, все это ни шатка, ни валка, а дальше, как чертик из коробочки, на сцену стремительной походкой вылетает Евгений Пригожин и начинает двигать действительно патриотические, такие вдохновляющие речи про то, что Родина в опасности, надо всем мобилизоваться, Минобороны мышей не ловят, а вот мы делаем так-то и так-то, и, ну, это буквально мотивационные такие предвыборные речи. Да, вот я как раз хотел сказать, что это похоже на некое предвыборное турне, но только непонятно, пред какими выборами. Куда метит Пригожин? Так как политическая жизнь России имеет довольно пустынный вид в последние уже годы, я думаю, что слова предвыборный тур мы употребляем скорее по привычке. Но, как опять же мы понимаем, ничто не делается с такой активностью в России просто так, и это должны разрешить, запретить, инициировать. Ну, в любом случае не обходится без какого-то властного влияния. Поэтому, когда стали появляться сообщения на этот счет, мы поговорили с несколькими источниками в региональных властях, и, собственно, спросили, а какие указания насчет Пригожина из центра, а именно из администрации президента. Обычно выбранными процессами руководит именно она. И ответ получился довольно интересный, потому что в разных регионах люди говорят, что нету прямого указания на поддержку, но нету и прямого указания на запрет. Опять же, как мы знаем, любая активность, которая не нравится в центре или там региональным властям, это сразу заламинируется, свет тушится, пожарная безопасность оказывается не очень безопасной, и ОМОН приходит проверять документы у пришедших. Нет, ничего подобного нету. Но они же говорят, что нет никакой указивки на поддержку этой активности. То есть буквально отдали на откуп, делай, что хочешь. Что презентует Пригожин? Там есть некая программа, вот второй фронт, которая, собственно, с помпой заявлена. До сих пор непонятно. Это якобы патриотическая программа по воспитанию юношества и какая-то вот такого рода патриотическая активность, так это обозначается. Но никакой конкретики там нету. Как будто бы конкретика – это вдохновляющая речи Пригожина. Что до политического веса Пригожина, я напомню, что он, например, очень давно конфликтует с властями Петербурга и конкретно с губернатором Бегловым. И в подкасте вы про это рассказывали. И он не то чтобы победил, сместил или как-то, не знаю, ослабил позиции губернатора Беглова. Как будто бы Пригожин все-таки не совсем воспринимается как политик в той же администрации президента. Довольно наивно полагать, что у нас сейчас могут быть какие-то источники такого уровня, кто точно скажет, что вот власти хотят от Пригожина того или власти хотят от Пригожина этого. Но, как мне кажется, по внешним каким-то признакам, он и был-то достаточно самостоятельной фигурой, но становится все более самостоятельным. И как раз возвращаясь к твоему первому вопросу, нужно ли ему подчинение Минобороны? Да его образ построен на том, что он бесконечно поливает руганью Министерства обороны. Конечно, нет. Ну, то есть ты хочешь сказать, что, по твоему мнению, Евгений Пригожин пытается сам набрать собственный некий политический вес, то есть он как бы играет какую-то собственную игру, то есть он не является чьим-то инструментом. Я не могу так утверждать, именно потому, что у нас нет источников, которые могут точно об этом сказать, а если кому-то источники такое говорят, они врут, потому что нет ничего понятного в этом вопросе. Но он, очевидно, набирает себе базу и политическую, и базу сторонников. Возможно, это какая-то вполне практическая база. Наши коллеги из объявленного иноагентом издания «Северреалии» на прошлой неделе выпустили крайне интересное расследование про то, как в каждом городе открывается офис, где Чевака-Вагнер платит наемникам, погибшим наемникам, вербует новых сторонников. Опять же, просто так, без некого попустительства со стороны власти, это было бы невозможно. При объемах Чевака-Вагнер, которая довольно большая организация, но все-таки не чтобы открывать десятки офисов везде, это вроде бы как не нужно, но они открывают. Зачем это нужно? Вот мы посмотрим. Но открыты десятки офисов, они сняты на долгое время, и, видимо, какая-то база сторонников, политическая ли, военная ли силы дальнейшая. Я напомню, что пригожные интересы не только в российско-украинской войне, и не столько в российско-украинской войне, а, например, есть африканские интересы, остаются сирийские интересы. Конечно, возможно, ему нужны новые добровольцы, возможно, ему нужны люди, которые будут говорить, что власти российские, конечно, полные слабаки провалились, Киев за три дня не взяли, но вот зато есть пригожин с кувалдой. Это же тоже ведь такая субкультура, где буквально люди восхищаются и жестокостью, и манерой общения, и всем остальным. Например, такой, как бы это точнее сказать, певец Аким Апачев, который довольно давно вот как раз читает рэп про всякие новороссийские дела. С 14-го года он сам родом из Мариуполя, если я не ошибаюсь. У него последний альбом построен на эстетике ЧВК Вагнера, вот всех этих жестов, танцев, песен и так далее. И Аким Апачев вообще-то выступал на митинге властном кремлевском открывал его про так называемое присоединение новых регионов. То есть это уже уровень не какого-то там подпольного ультрапатриотизма там или турбопатриотизма. Это уже довольно высокий уровень, и пригожин, очевидно, на него стремится. Последний мой вопрос. Ты на самом деле, вот то, что ты сейчас говорила, означает, что ты видишь какое-то яркое будущее политическое. У Евгения Пригожина, по крайней мере, мне понятно, что он на это работает. Но вот если говорить конкретнее сейчас, и с военной точки зрения в том числе, после 1 июля, до которого, по идее, все добровольческие подразделения и тем более ЧВК должны подписать эти контракты. Вагнер его, видимо, не подпишет. Что будет и с Вагнером, и с Пригожиным? Во-первых, мы не знаем, а может и подпишет. Может, эта форма торговли сейчас проистекает и каких-то договоренностей об интересах Вагнера. Во-вторых, мы после 1 июля должны посмотреть, выведет ли Пригожин полностью свои силы с места непосредственных боевых действий, потому что мы 8 месяцев слушали про Бахмут. А куда сейчас? Вот они отводят в так называемые республики, в ЛНР и ДНР. Они лежат там по госпиталям и по санаториям, еще в Ростовской области немножко. Их, кстати, особо не выпускают оттуда, как мы знаем. Ну, то есть, очевидно, ждут. Куда дальше? В Центрально-Африканскую республику, на какой-то новый участок фронта. Вот как раз контрнаступление пошло. Мне кажется, что идет какой-то процесс торговли. И, опять же, в ходе украинского контрнаступления, о котором все так много говорят, и которое действительно, судя по всему, началось, любой вагнеровец на счету. Это люди с боевым опытом, это люди с хорошим снаряжением. Еще напомню, что там достаточно заметное количество заключенных. И несмотря на то, что сейчас заключенных Вагнер перестал вербовать, этим занимаются Минобороны, у них, у Вагнера, есть много людей, с которыми нужно тоже понимать, что делать. Вряд ли они их как раз потащат в Центрально-Африканскую республику, в отличие от просто бойцов Вагнера с истории. И что они, вот эти сотни людей, возможно, и тысячи, отпустят по помилованию обратно, передадут Минобороны. То есть сейчас июнь, это такой пересменок, в которой как раз и решается, что будет дальше с Вагнером и конкретно с Пригожиным. И мне кажется, что эскалация всех этих речей и всего этого конфликта как раз говорит о торговле. И я практически уверена, что к июлю это все решится окончательно, потому что или их загонят в рамки Минобороны, или их признают окончательно незаконными. Ну а тогда, соответственно, что вы делаете-то здесь, в зоне специальной военной операции, так четко управляемой Министерством обороны. И я думаю, что как раз сейчас, спустя полтора года больше, с начала войны, и Минобороны решила упорядочить весь этот бардак. Но, как мы видим, получается это пока вроде бы не слишком хорошо. Спасибо большое, Настя. Я напомню, что я беседовал с корреспондентом Русской службы Би-Би-Си Настей Лотаревой. А вы слушали подкаст «Что это было». Его можно найти на нашем сайте, на сайте Русской службы Би-Би-Си и в наших соцсетях, в Apple подкастах обязательно и на других платформах, а также на YouTube. Так что подписывайтесь на нас, оставляйте свои оценки, комментируйте, так о нас узнает еще больше слушателей. Меня зовут Виктор Нехизин. Всего доброго.